ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВОЧМОДЖО Да, логика никогда не была сильной стороной этого шоу. Да и не должна быть. Но анализировать ее по-прежнему весело. А знаете, где еще весело? Правильно, у нас в тележеньке. Подписюнкивайтесь. Ссылка в описании. Номер 10. Фастфуд под водой. Губка Воп целыми днями колдует у гриля и разносит крабсбургеры, которые тают во рту покупателей. И это спровоцировало массу проблем, ведь какой там гриль под водой? Да и сами котлеты должны быть мокрыми и разваливаться. Но крабсбургеры – это воплощение совершенства, за исключением случаев, когда их готовит Сквидвард. Неясно, как тут можно сжечь бургер. Или картошку фри. Или шейк, если уж на то пошло. И речь не только про меню Красти Краб, ведь соль можно использовать для приготовления мороженого, но она же его и растапливает. Так что вряд ли ассортимент Гуфи-Губера хорошо сочетается с морской водой. Номер 9. Два Нептуна. В первом сезоне Губка Боб вытащил золотую лопатку из древнего жира и случайно вызвал Нептуна. Тот хочет убедиться, что Губка Боб действительно достоин и бросает ему вызов. Кулинарное соревнование в Атлантиде. Нептун появляется и в других сериях, а в полнометражке 2004 года он с более светло-зеленой кожей, длинным носом и лысой башкой. Он звучит не как Джи Питерман, а скорее как Джордж Блад Старший. Это тот же Нептун или их два? Вообще их могло быть три, если бы сцены с живыми актерами считались каноном. Да и Атлантид точно больше одной. Например, банда отправляется в совсем другую Атлантиду, которой правит лорд-королевское высочество, а не Нептун. Номер восемь. Страх Планктона перед Пэрл. В седьмом сезоне в серии «Обед из одного блюда» выясняется, что Планктон смертельно боится китов вроде Пэрл. В пищевой цепи киты на верхних позициях, но вот что точно бессмысленно – постоянные встречи Планктона и Пэрл. Они без проблем играли в одном оркестре, а в одной из серий Планктон даже меняется местами с мистером Крабсом и заменил отца Пэрл. И когда она злится, Планктон не переживает, что его сожрут. И когда выяснилось, что Планктон боится китов, об этом тут же забывают в следующих сериях. Он продолжает общаться с Пэрл, как будто той серии и не было. Учитывая, как ее приняли, может, оно и к лучшему. Номер семь. Странный оригин Красти. Только в третьем сезоне мы узнаем, что обанкротившийся дом престарелых под названием «Ржавый Краб» превратился в Красти Краб. Это произошло после войны, когда Крабс служил на флоте. А позже Крабс признается, что когда-то был пиратом, и Красти Краб название его корабля, который он продал. Он ветеран ВМФ и бывший пират? Что, он все-таки присоединился к королеве пиратов? Но если он из пиратской семьи, зачем служил во флоте? Да и у секретного рецепта Крабсбургера довольно запутанная предыстория. Вроде это семейный рецепт, но в серии «Друг или враг» блюдо возникло в результате ссоры между молодым Крабсом и Планктоном. Номер 6. Сестра Патрика. Во втором сезоне Патрик думает, что его считают уродливым и боится реакции сестры. Тут Патрик внезапно вспоминает, что у него нет сестры, но у него есть сестра Сэм, с которой мы встречаемся в седьмом сезоне. Она потерялась в море, когда они были мелкими, и сомнительно, что кто-то может забыть такую выдающуюся даму, кроме ее собственного брата. Опять же, мы говорим о Патрике. Эта морская звезда провела целый день, развлекая двух незнакомцев, считая их своими родителями. И только когда они назвались, Патрик понял, что где-то лажа. Но считать, что Патрик на мгновение забыл о своей сестре, не слишком-то и надуманно. Номер 5. Рандомная сила губки Боба. В дебютной серии губка Боб с трудом может поднять штангу из плюшевых игрушек, или изо всех сил пытается поднять палку с парой зефирок на концах. Но всякий раз, когда этого требует сюжет, губка Боб совершает необычайные физические подвиги, вроде поднимания лодки одной рукой. Для жареных игр он чудесным образом наращивает мышцы, как у Шварценеггера, а в другой серии он уже покупает пару надувных мускулов, чтобы выглядеть мощно. Боб может выстоять в карате-бою против Сэнди, а она сильнее всех в бикини-боттам. Но в то же время не может открыть бутылку кетчупа. Губка Боб сильнее, чем кажется, или он просто слабак. Пускай сосисочная будет ему судьей. Номер четыре. Размеры морского Супермена и очкарика. Когда мы знакомимся с этим динамичным подводным дуэтом, то они кажутся персонажами телешоу. Но в этой же серии выясняется, что морской Супермен и очкарик — реальные личности. Они звезды реалити? Или, как в «Пацанах», реальные супергерои в собственном кино? И еще важный вопрос. Губка Боб встречал разных людей, вроде Дэвида Хассельхоффа, но морской Супермен и очкарик размером с обычную рыбу. Есть серия со спорными ориджинами, но в любом варианте они ростом с людей. Ну, может, морской Супермен использовал пояс, чтобы уменьшиться до размеров морских существ? Номер три. Почему лагуна Гу не является закрытым районом? Как бы сюрреалистично не звучала идея подводного пляжа, в лагуне Гу есть некоторая логика. Технически это горячий источник и солевой бассейн. Жидкость, в которой купаются пляжники, — это рассол, более соленый и плотный, чем остальная вода. И в одной из серий Губка Боб и Патрик чуть не утонули в лагуне, потому что не умеют плавать. Хотя это, конечно, перебор. Раз живете под водой, то и плавать должны автоматически, нет? Как можно утонуть, если море — естественная среда обитания? Номер два. Перл, дочь Крабса. Как Крабс стал отцом кита? Этот вопрос редко поднимается в рамках шоу, но мы задаем его с 1999 года. В официальной книге вопросов про Спанч Боба, мистер Крабс говорит, что Перл унаследовала все от матери, которая остается в тайне. Может, мама Перл и была китом, но как тогда Крабс мог быть ее биологическим отцом? Не складуха. Любой, кто был на уроках морской биологии или полового воспитания, может объяснить почему. Было бы больше смысла, если бы Перл была приемной. Наша теория в том, что она для Крабса то же самое, что HW для Дэниела Плейнвью. Крабс же олицетворяет безумие капитализма, а кашалоты полны нефти. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру один, вот еще несколько достойных упоминаний. Подводная горилла. И что лошадь делает под водой? Родители губки Боба круглые, но их фамилия Квадратные Штаны. Свитер из слез. Еще больше воды под водой. Снег под водой. Это должна быть ледышка, а не снег. Непонятки биографии мистера Крабса. В какой войне он участвовал? Когда готовил на корабле понос? И сколько ему лет? А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Подводный огонь. Бикини Ботом – подводный город, работающий на электричестве. И тогда должно было получиться, как в этой сцене из Симпсонов. Но гораздо более тупо – огонь в этом подводном мире. Весь сериал полнится кострами и пожарами, а в Бикини Ботом есть пожарная часть и огнетушители. Но и самые юные фанаты губки Боба знают, что на дне моря разводить костер нельзя. Это настолько абсурдно, что даже сценаристы над этим подшучивают. В одной из серий губка Боб и Патрик греются у костра. Но он тут же гаснет, когда Патрик указывает на очевидное. Видите? Даже Патрик признает физические ограничения жизни под водой. Иногда. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.